Тут в комментариях писали, что тебе медведь на ухо наступил. Чего? Так вот, я с ними полностью согласен. Я бы даже сказал, что наступил на два уха. Слышь ты, на свои уши посмотри, а я спою. Куда он их спрятал? Где они? Что она уже там ищет? Вечно прячься, что не найти. Надо еще в холодильнике поискать. Эй, Пигги, ты что там ищешь? Это тебя не касается. Надо же, какая деловая колбаса? Сам колбаса. Пигги, ты бы лучше спросила, может я бы чем-то помог? А как же, дождешься от тебя помощи. А все-таки. Буду себе обед готовить. Как увлекательно. И что же у нас на обед? Вареные яйца. Хм, похвально. Шоколадненькие. Рановато похвалил. Как можно кушать вареный шоколад? Не хочешь? Не кушай. Я сама все слопаю. Пигги, мне помнится, что видео не набрало 10 тысяч лайков, как мы договаривались. Ой, ну ладно тебе. Не будь жадиной. Еще наберет. Хорошо, хорошо, Пигги. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Киндеры в холодильнике. В холодильнике? О-о-о-о! Помчались! Киндеры, киндеры, я уже иду. Иду, иду, иду. Вот они, мои киндерята. Вставь в воду. Пигги, а расскажи-ка рецепт. Конечно. Сегодня готовлю я. Анекдот от Пигги. Научился как-то ежик попой дышать. Сел на пенечек и задохнулся. Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Для вареных киндеров нужно взять киндеры и воду. Воду нужно хорошенько вскипятить. Пигги, вода уже кипит. Иди бросать киндеры. Не-а, не буду. Это еще почему? А пускай вон тот подпишется. Давай, давай, давай. Ну все? Еще нет. Чего смотришь? Все знаете, видео не будет, потому что он не подписался. Давай. О, молодец. Все, иду бросать яйца. Раз, два, три. Пигги, а зачем три? Ну, для Степана еще. Для Степана? А кстати, где он? Говорил, что в гости пошел. Дурдом. Звери сами в гости ходят. Ну как, яйца готовы? Думаю, да. Какой простой рецепт. Ну, можно еще подсластить и добавить сахарку. Зачем? Они и так сладкие. Если ты не знал, сам по себе шоколад горький. Его подслачивает. Ну, этот-то сладкий. Эй, стой. Куда две? Куда две? Пора доставать. Вот и киндеры сварились. Пора их открывать. Ой, какие мягенькие. Фу, запах вареной пластмассы. Давай открывать. Нам попалась Агнес. А рисовать можно ее хвостиком. Стой, стой, стой. Что такое, Пигги? Опять кто-то не подписался? Да нет. Притащу свою коробку с киндерами. Все будешь складывать туда. Вот они, мои киндерята. Отправляем Агнес к остальным киндерам. Откроем следующий киндер. Смотрим, что внутри. И это Барби на подставке. Барби ложи к остальным киндерятам. Хорошо, Пигги. Ну вот и все. Ты чего? Еще же один киндер остался. Это же киндер Степана. Давай, давай, открывай. Нечего лазить, где попало. Открывай. Уверена? Он не обидится? На обиженных воду возят. Открывай давай. Откроем киндер Степана. Кто угадает, что нам попалось? Нам попался Грю. Он еще вращается. Прикольная фигурка. Все прикольное в мою коллекцию. Ребята, напишите, кто уже видел гадкие А3. И как вам мультик? Понравился? Барби как будто бы дает пять Грю. А Грю ей хочет врезать. Ну и игры у тебя, Пигги. Анекдот от Пигги. Почему кошки научились видеть в темноте? Да потому что они не достают до выключателей. Ха-ха-ха-ха-ха. Эх, эх. Ты чего там уже тащишь? Смотри, чего нашла огромную горошину. Пигги, да это же арбуз. Сварим его? Да нет, ты что, он и так вкусный. Ну, хотя бы пожарим. О, ребята, есть идея. Тысячу лайков и мы с Пигги пожарим арбуз. Или зашоколадим. Это как? Сделаем арбуз в шоколаде. Можно и так. После лайка напишите, зашоколадить или пожарить арбуз. Анекдот от Пигги. Подходит свинья к розетке и говорит, что брат, замуровали? А с этим что будем делать? Давай сделаем арбузную пиццу. Я люблю пиццу, но арбузную еще не ела. Для арбузной пиццы нужен арбуз. И разные фрукты. Я взял киви и персик. Очистил их и нарезал. Арбуз режем пополам. И вырезаем большой кругляш. Ложим его на тарелку. Кругляш режем на 8 частей. Отложи нож. Пигги, что такое? Нож отложи, я сказала. Ну хорошо, а что такое? Все, кто подписался, жмем на колокольчик возле солнышка. Все, можно продолжать? Нет, конечно. А чего еще? Я же вижу, кто не нажал. Вот так, молодцы. Можно продолжать? Только не затягивай, страсть как пиццы хочется. Режем на кусочки. Уже похоже на пиццу. А теперь начинка из фруктов. Ну как, Пигги, будешь пробовать? Как аппетитненько. Это все мое. Себе еще сделаешь. Это все мое. Пигги, ты хоть скажи, как нам вкус? Обжирение. Обжирение? Это что такое? Ну, обжирение. Еще вкуснее, чем объедение. Интересное словечко. А знаешь, что еще интереснее? Что? Мои песни. Тут в комментариях писали, что тебе медведь на ухо наступил. Чего? Так вот, я с ними полностью согласен. Я бы даже сказал, что наступил на два уха. Слышь ты, на свои уши посмотри. А я спою. Шекова творила днем, я с него не стала. Я добыла много в нем, ведь пластмассу не достала. Я арбуза обожралась, думала лопну. К туалету как добралась, чуть не сделала полну. О, пигги свинка непростая, озорная, заводная. Любит сладости и мед и немного свой живот. В пигги свинка непростая, озорная, заводная. Любит сладости и мед и немного свой живот. Все, кто хочет похудеть, для меня смешные. Хватит, может, тарахтеть. Про диеты удалые я смотрю на мир. В розовых очках у меня не жир, а запах в боках. Пигги свинка непростая, озорная, заводная. Любит сладости и мед и немного свой живот. Пигги свинка непростая, озорная, заводная. Любит сладости и мед и немного свой живот. Кто не любит посмеяться над собой и над другим, Тот не будет улыбаться, станет жалобнелюдим. Но как только улыбнется, станут яркими все дни. Сразу счастьем жизнь нальется. Улыбайтесь вместе с пигги. Пигги свинка непростая, озорная, заводная. Любит сладости и мед и немного свой живот. Пигги свинка непростая, озорная, заводная. Любит сладости и мед и немного свой живот. Потому всегда и жрет. Выбери следующее видео или нажимай на солнышко, чтобы посмотреть все выпуски. Выбери следующее видео или нажимай на солнышко, чтобы посмотреть все выпуски.